Здравствуйте! Осталось совсем немного времени до того момента, когда всеобщее пробуждение природы возвестит о наступлении весны. В богослужебной практике этому времени предшествует всеобщее духовное пробуждение, то есть время Великого Поста. Великопостный цикл включает в себя три подготовительные недели, Святую Четыридесятницу и Страстную Седмицу. Молитвы и песнопения этих недель ведут верующего по пути покаяния через Пасху распятия к Пасхе воскресенья. Пожалуй, это наиболее духовно насыщенный период годового богослужебного круга. Интенсивность богослужебных переживаний возрастает по мере приближения к Пасхе и достигается его апогея в дни, когда воспоминаются страдания, крестная смерть и воскресенье Иисуса Христа. Святая Четыридесятница, согласно церковному преданию, установлена в подражание ветхозаветным праведникам, Моисею и Илии, а также самому Иисусу Христу, который в течение сорока дней пребывал в Иудейской пустыне в посте и молитве. Христиане первых веков стремились проводить эти святые дни духовной бодрости, удаляясь от суеты мира. В России центрами подобного подвига становились монастыри, куда для богомолья устремлялся практически весь народ, от мала до велика, от русских царей и князей до простых паломников и интеллигенции. Вступая на поприще Великого Поста, Церковь предлагает всем нам глубоко назидательные и поучительные образцы молитвы и покаяния, и тем самым уподобляется мудрому военачальнику, который ободряет своих воинов накануне решительной битвы. Образ духовного воинства совсем не случайен в христианском осмыслении жизни. Так еще апостол Павел в своем послании возвещает «Наша брань не против плоти и крови, но против миродержителя тьмы века сего, духов злобы поднебесной». Примечательно, что эти слова нашли отклик в русской классической литературе. Так Федор Михайлович Достоевский писал «Человеческое сердце – это поле, на котором борются бог и дьявол». В этом смысле пост, то есть умеренность в пище, оказывается ничем иным, как техническим средством, чтобы каждому из нас стать победителем в этой битве. Именно средством, а не целью. Ведь пост для человека, а не человек для поста. «Наше тело – это осел, на котором нужно въехать в Царство Небесное. Не докормишь его – падет, перекормишь – взбесится». Святитель Григорий Богослов Итак, пост – это не только и не столько гастрономия, сколько попытка растождествить самого себя со своим прошлым, то есть изменить образ своей жизни. На языке Библии это называется покаянием. Накануне Великого Поста в церкви за богослужением воспоминаются евангельские притчи о блудном сыне и о страшном суде. Сюжет одной из них восходит к семейной драме. На современном языке это звучало бы так. Однажды в одной самой обычной семье, состоящей из четырех человек и живущей в самой обычной трехкомнатной квартире, возникает конфликт. Младшенький сынок начинает на всех огрызаться и в конце концов требует раздела. Родители со старшим сыном не выдерживают ежедневного противостояния со скандалистом, продают свою трехкомнатную квартиру и покупают поменьше. А разницу отдают младшему сыну, который удовлетворенный отправляется в самостоятельную жизнь. Проходит время, и он, все растративший и не приобретя никакого собственного жилья, возвращается к родителям в их квартиру, столь уменьшенную по его капризу. Так чем же встречает его отец? Оскорбленный выставляет его вон, просит старшего сына придержать младшенького, пока отеческая длань будет вразумлять юного нахала? В Евангелии притча заканчивается иначе. Едва завидев вдали приближающегося сына, еще не зная, зачем он идет, и не услышав ни слова раскаяния, отец с радостью побегает к нему навстречу. Эта притча представляет пример неизреченного милосердия Божия по отношению к кающемуся грешнику. Она показывает, что Бог любит человека вне зависимости от его праведности или греховности, и что его любовь по отношению к человеку не оскудевает, даже тогда, когда человек покидает Бога и уходит от него на страну далече. Человек может удалиться от Бога, но Бог никогда не удаляется от человека. Путь покаяния – это путь возвращения к Богу, который всегда готов принять кающегося. Более того, покаяние – это путь, по которому Бог и человек идут навстречу друг другу. Блодный сын – это образец всякого человека, который недолжным образом распорядился собственной жизнью. Каждый из нас получил от Бога духовное наследие, И нередко, по молодости или по безрассудству, мы растрачиваем это богатство. И, наконец, ощущаем собственную нищету, и только тогда обращаемся к Отцу Небесному. История блодного сына – это образец последовательного и поэтапного покаяния, который начинается с того, что человек приходит в себя. Он осознает свою нищету и, наконец, оказывается способным увидеть и исповедовать свой грех. «Отче, согрешил я против неба и перед тобою, и уже не достой называться сыном твоим, а в ответ обретает прежнее сыновнее достоинство». Тайна, всепрощающая любви Отца Небесного, по сути, это ключ к пониманию второй притчи – притчи о Страшном Суде. Иногда тема Страшного Суда в отдельных религиозных группах становится доминирующей, порождая крайний фанатизм, что характерно для большинства религиозных сект. Между тем, как известно, сам Христос положил предел размышлениям на эту тему. «Не ваше дело знать времена и сроки», – сказал Он своим ученикам. «Воспоминание о Страшном Суде – это напоминание о грядущей встрече с Богом и призыв к делам милосердия, которые Христос относит к самому себе. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен и в темнице, и вы посетили меня. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». В XII веке, размышляя о грядущей встрече с Богом, армянский поэт Григорь Нарекаци писал «Мне ведомо, что близок день суда, и на суде нас уличат во многом, но Божий суд не есть ли встреча с Богом? Где будет суд, я поспешу туда. Я при Тобой, о Господи, склонюсь, и отрешась от жизни быстротечной, «Не к вечности ли Твоей я приобщусь? Хоть эта вечность будет мукой вечной». И в самом деле, время суда – это время встречи. Однако, что больше всего беспокоит наш ум, когда мы размышляем о ней? И правильно ли, если сознание наших грехов заслоняет радость от встречи с Отцом Небесным? Древнегреческий персонаж Софокол страшился о встрече с Ильей Плутоном. «Ты спрашиваешь меня, к какому Богу я сойду?» рассуждает он. «К Богу, никогда не знавшему ни снисхождения, ни милости, но постоянно облеченному строгую справедливость». Христиане же верят, что их судьбу определяет не закон, лишенный всяких желаний, но тот, у кого есть желание. Его решение поэтому можно назвать субъективным и пристрастным. У этого судьи, в отличие от греческой эфемиды, нет повязки на глазах. Своё решение он будет сверять не только с тем, что мы в самом деле натворили, но ещё со своим планом и своим желанием. А своё желание он не скрывает. «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился и жив был». Бог ищет в человеческой душе такое окончательно неизуродованное место, которому можно было бы прикоснуться вечности, подобно тому, как врачи на обожжённом теле человека ищут хотя бы немного неповреждённой кожи. В романе русского классика Фёдора Михайловича Достоевского есть один эпизод, который поясняет тайну божественной любви. «Видишь ли, Алёшечка», нервно рассмеялась Грушенька, обращаясь к нему, «это только басня, но она хорошая басня, я её слышал ещё в детстве. Жила-была одна баба, злющая-призлющая, и померла, и не осталось после неё ни одной добродетели, и оказалась она в аду. И тогда ангел-хранитель вдруг вспомнил, что однажды выдернула она на огороде луковку и бросила нищенке. И тогда Господь повелевает ему, «Возьми же ты эту самую луковку, и пусть ухватится и тянет, коли вытянешь её, то пусть в рай идёт». Побежал тогда ангел к бабе, протянул луковку и стал её осторожно тянуть. И уже всю было вытянул, да прочие грешники стали за неё хвататься, чтобы и их вместе с нею вытянули. А баба-то была злющая-призлющая, и начала она ногами брыкаться, «Меня тянут, а не вас, моя луковка, а не ваша». Как только она это проговорила, луковка и оборвалась. Поистине, суд без милости тому, в ком нет милости. Таков смысл этой басни. Цель евангельской притчи о страшном суде не в том, чтобы породить страхи и фобии, которых и без того хватает в современном мире, а в том, чтобы побудить нас, верующих во Христа, к делам милосердия, без которых любой пост теряет всякий смысл. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА